уникальных жанров, какие только существуют на свете. А космосом Вселенной и наукой Вселенной я интересовалась очень давно, буквально с самого детства, и очень внимательно следила тогда, в далекие годы, за всем, что происходило в этой области, читала все научно-популярное, что могла найти, и даже хотела поступать в Ленинградский университет и стать астрономом, но как-то иначе судьба сложилась, получила техническое образование высшее, но никак не связанное с космосом, и через какое-то время совсем ушла в музыку, проработав около 10 лет инженером. И лет 7 назад я снова и очень глубоко вернулась в эту область. И для меня оказалось совершенно невероятным, что за те годы, десятилетия, которые я пропустила, наука настолько изменила наше представление о Вселенной вообще и о Солнечной системе в частности, что я кинулась читать, смотреть лекции, читать книги, читать статьи. Обнаружила замечательный сайт, который называется Аксив.орг, ну это на английском языке, международный, всемирный собственно сайт, где в открытом доступе лежат статьи, припринты научных статей, которые затем печатаются в серьезных соседних изданиях. И вот там тоже что-то можно почитать. И, конечно, мы прежде всего, люди, не совсем находящиеся в этой области, мы прежде всего слушаем научно-популярные лекции, читаем научно-популярные книги. Но для тех, кто действительно глубоко интересуется этими вещами, я могу этот сайт порекомендовать. арксив.орг. И есть много замечательных популяризаторов астрономии и астрофизики. Я выделю Сергея Борисовича Попова по той простой причине, что, во-первых, я у него училась, я у него прошла два курса по экзопланетам и по черным дырам. И Сергей Борисович Попов ведет обзоры вот этих самых статей. И если вы зайдете к нему на страничку ВКонтакте, Сергей Попов, мастер-бизик, то более-менее регулярно там появляются такие обзоры. И можно почитать, во-первых, он переводит, по крайней мере, абстракт, введение маленькую суть этой статьи. Это, во-первых, во-вторых, если вы владеете английским языком, то можно почитать и саму статью. Но это для тех, кто действительно глубоко интересуется астрономией и астрофизикой. А мы сегодня займемся популяризацией. Я очень рада приветствовать вас, коллеги, действительно коллеги, потому что космос – это такая глубокая, захватывающая тема. И мне представляется, что человек, живущий на Земле, не может не интересоваться и не волноваться о том, что происходит далеко-далеко в космическом пространстве. Ну, во-первых, потому что все это влияет на нас. Во-вторых, потому что мы все сделаны с вами из того вещества, которое родилось в звездах и в процессах, связанных с эволюцией звезд. Вот если мы посмотрим на любую клеточку нашего тела, любой атом, протоны, нейтроны, они возникли так давно, почти 14 миллиардов лет назад, во время Большого взрыва. А любой атом уже всех элементов в системе Менделеева, они родились и в звездах, и в процессах, связанных с эволюцией звезд, таких как взрывы сверхновых, взрывы на белых карликах, слияние нейтронных звезд и так далее. Мы все сделаны из того же вещества, из которого состоят звезды. Мы все сделаны из тех атомов, которые родились в звездах. Каждый-каждый атом нашего организма когда-то был в далекой звезде. Мы настолько плоть от плоти Вселенной, что не говорить об этом невозможно. Ну и тут еще я закончила курс МГУ, получила удостоверение о повышении квалификации по основам астрономии. Так что, в общем, я такой подготовленный любитель, немножко подготовленный любитель. А сегодня мы с вами совершим музыкальное космическое путешествие по Солнечной системе. Мы с вами привыкли видеть космос, когда мы смотрим невооруженным глазом на безоблачное ночное небо, видим звезды, когда мы читаем какие-то статьи и смотрим на графики, построенные по астрофизическим данным, когда мы смотрим на замечательные фотографии, например, телескопа Хаббла и других инструментов как наземных, так и космических. А можно ли санифицировать космос? Можно ли астрофизические данные преобразовать в звук? Вот этим мы с вами сегодня и займемся. Космос и музыка. Как мы изучаем, как мы познаем космос с помощью математики и физики? Я вам мешаю, да? Я должен куда-то переместиться. Вот, наверное, отсюда будет лучше, да? Как мы познаем, как мы создаем, как мы анализируем музыку? С помощью математики и физики. Закон гармонического резонанса имеет непосредственное отношение к теории музыки, к теории лады. Музыкальные интервалы – это соотношение частот нот, которые соотносятся как целые числа. Особенно это касается и безумно интересно в индийской классической музыке. Вот замечательный ряд соотношений частот и звуков в индийской классической музыке. Дело в том, что они делят лад, они делят октаву на 24 четверть тонна. В нашей европейской музыке мы делим октаву на 12 полутонов. И вообще в древних культурах музыка, математика. Музыка и математика были неразрывно связаны. Обе эти отрасли человеческого знания в одних культурах считались науками, других искусствами, но, по крайней мере, они составляли одно целое. И мы видим, что наука и искусство, наука и музыка очень связаны. Может быть, разве что в музыке мы всегда имеем в виду эмоции человеческие. Но ведь, если мы посмотрим историю развития науки, это всегда драма идеи. Сходство налицо. И человек всегда пытался постичь мир вот с самых древнейших своих этапов развития и постичь мир в том числе с помощью музыки. А по мере того, как расширялось то пространство, те масштабы, которые мы познаем разными способами, музыканты тоже расширяют то пространство, которое они осмысливают с помощью музыки. И одной из таких попыток была древняя, античная и затем средневековая идея о музыке сфер. И сейчас один замечательный персонаж нам про эту историю всё расскажет. И если ты очень хочешь знать, это музыка сфер. Музыка сфер? Как это? Ну, все эти планеты, вращающиеся вокруг Солнца, все эти Солнца, свои вращения формирующие галактики, и все эти галактики, вращающиеся вокруг друг друга, из-за взектора передвижения, тяготения и пропустить их через фильтр гармонии Тардис, вот тогда, мистер Граск, и будет звучание Вселенной. Вселенная звучит чудесно. Да-да. Ну, это квалифицированный персонаж. Но если говорить серьёзно, да, гармония мира не знает границ. И ещё во времена Пифагора, Пифагорейская школа предполагала, что мир гармоничен и пропорционален. А пропорции, как мы с вами видели уже на предыдущих слайдах, они музыкальны. Платон полагал, что те сферы, на которых расположены движущиеся планеты, они, их движение тоже музыкально, и он говорил о гептохорде, то есть о семиструннике, который управляет Вселенной. И уже гораздо позже, в 17 веке, великий астроном Иоганн Кеплер написал трактат, который так и называется «Гармония мира». Он считал, что каждой планете соответствует своя мелодия, а что музыкальные интервалы – это угловые скорости движения планет Солнечной системы по своим орбитам. И есть мнение, что глубокий интерес Иоганна Кеплера к музыкальной теории сыграл не последнюю роль в его астрономических исследованиях. Ну и мы знаем, в школе мы проходим три закона Кеплера – закона движения планет по орбитам. Мы пользуемся ими до сих пор, они истинны. Ульям Гершин. Он открыл «Буран», и когда, собственно, это открытие произошло, он в этот момент был директором и дирижером оркестра. И мы сейчас слушаем фрагмент из одного из его произведений. Это инструмент, на котором он производил свои наблюдения. Айозов Гайден, пообщавшись с Гершин, он написал свою знаменитую ораторию «Сотворение мира». Многие считают, что это произведение было первым в жанре «Спейс-мьюзик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть еще другие вещи, тоже будет пример. Итак, фантазия. Композитор включает свое творческое воображение и представляет, как оно могло бы звучать. Аллюзия. Музыкант своими собственными средствами пытается осознать, проявить свое знание, насколько он понимает, по какой-нибудь физической теории. Инкорпорация. Астрофизические данные, преобразованные в звук, музыкант включает, инкорпорирует в живую ткань своего музыкального произведения. И примеры у нас с вами будут. Ну, а если говорить о музыке сфер, то современные музыканты, композиторы делают что-то такое, но уже основываясь на настоящих астрофизических данных. Так вот, например, Грег Фокс создал свою музыку сфер, песнь сфер он назвал это произведением. Что он сделал? Это было до 2006 года, то есть тогда еще Плутон был одной из девяти больших планет. И вот это произведение было создано тогда. И вот для каждой из девяти планет он создал, что он сделал? Смотрите, музыка, акустика и наш слух устроены так, что если мы возьмем какую-то ноту, ее частоту умножим в два раза, это останется та же самая нота, но только в следующий октаве. У нее сохранится ее вкус. Поэтому он взял частоту обращения каждой планеты нашей Солнечной системы вокруг Солнца и многократно умножал надвое по октавному принципу. И для каждой нотки в нашем слышимом диапазоне у него получилось, для каждой планеты у него получилось шесть нот в шести октавах. И он решил поиграть еще со временем. Если все шесть нот для планеты проиграть одновременно, это будет замечательный, очень красивый гармоничный аккорд. Но он решил разложить это во времени. Чем ниже нота, тем дольше она длится. В басах это целое, в тенорах это половинка, в альтах четвертушка и так далее. И все девять планет звучат одновременно, и нотки каждой планеты разворачиваются во времени. Вот современная настоящая музыкосфера. Гайк Фокс, Песня Сфер Гайк Фокс Гайк Фокс Итак, мы сегодня будем двигаться по Солнечной системе и послушаем музыкальный альбом, который записала она сама с участием человека. Вот четыре планеты земной группы Меркурий, Венера, Земля, Марс. Смотрите, какой большой Юпитер по сравнению с ними. Здесь в масштабе представлены размеры планеты. Сатурн, Уран, Нептун. И здесь мы видим еще периоды обращения их вокруг собственной оси. И что же она у нас остановилась? Ну вот, на фоне Солнца мы видим наши планеты. И планеты гораздо-гораздо меньше, чем Солнце. Не хочет восприниматься. Ну, ничего страшного. Пойдем дальше. Итак, просторы нашей Солнечной системы. В центре просторов есть место, где светло, и туда все глядят. Это наша звезда по имени Солнце. Ближе к нему расположены четыре планеты земной группы Меркурий, Венера, Земля, Марс. Здесь пояс астероидов с карликовой планетой Церерой. Два газовых гиганта Юпитер и Сатурн. Два ледяных гиганта Уран-Нептун. Но этим, вот, собственно, кончились большие, восемь больших планет Солнечной системы. Но Солнечная система этим не ограничивается. Во-первых, огромное количество астероидов есть в нашей Солнечной системе, комет. Ну и там, за Нептуном, транснептуновые объекты. Там объекты пояса Койпера. Это огромное число в основном ледяных тел, которые остались как строительный мусор после формирования Солнечной системы около 4,5 миллиардов лет назад. Еще дальше, гораздо дальше, находится облако Оорта. Это пока гипотетический объект, то есть мы пока не видели его самого. Но почему мы знаем о его существовании? Во-первых, мы видим далекие экзопланетные системы, и там кое-где мы сумели разглядеть некие аналоги облака Оорта. Ну а самое главное свидетельство его существования – это наличие долгопериодических комет. То есть комет с периодом обращения вокруг Солнца больше 200 лет. То есть вот эти ледяные тела из-за взаимодействия с гравитационными полями Галактики, ближайших звезд, а также наших собственных больших планет, могут менять свои орбиты, и время от времени они направляются во внутреннюю область Солнечной системы. Там они разогреваются на Солнышке, и испаряется газ, у них вырастает кома, то есть вот вокруг самого ядра вырастает газопылевое облако, и хвост, иногда даже два хвоста, и любители астрономии, кстати, не только профессионалы, открывают новые кометы. И в поясе Койпера, там за Нептуном, есть еще транснептуновые объекты, и вот, собственно, Плутон сейчас является примером транснептуновых объектов карликовой планетой. Дело в том, что он не соответствует всем требованиям, которые предъявляются к большим планетам. На подобных ему орбитах вокруг Солнца обращаются еще похожие на него по размерам тела. Например, Эрида, она вообще по размеру практически такая же, как Плутон. Маки-маки, Хаумея и другие карликовые планеты. Сейчас эти объекты называются карликовой планетой. Их, по крайней мере, несколько, но, наверное, их гораздо больше. Итак, Солнце. А гибки у нас не воспроизводятся. Не, медленно идет. Идет. Ну, как-то очень медленно. Старом, чтобы раскрепить удовольствие. Ну, неважно. Солнце, наше Солнышко. Солнце, рядовая звезда в галактике. Таких у нас в нашей галактике миллиарды. Желтый карлик. Звезды светят и выделяют огромное количество энергии, потому что у них в ядре идут термоядерные реакции синтеза водорода из гелия. Дальше, вот такие звезды, как наше Солнце, вот в ядре термоядерной реакции. Дальше идет зона лучистого переноса. То есть энергия, которая выделилась здесь за счет термоядерных реакций, она же как-то должна выбраться наружу. Вот она в зоне лучистого переноса, она излучается, переносится излучением. А дальше уже ближе к внешним слоям, собственно, внешний слой у Солнца, это зона, это конвективная зона. И она похожа чем-то на бурление воды в кастрюле, когда вода закипает. То есть более горячие области вещества плазмы всплывают, остывают, и более холодные уже опускаются. И вот, собственно, изображение Солнца. Вот эти так называемые конвективные ячейки, вот эта более горячая, более светлая область, а по краям более темная, где идет опускание вещества. И вот любая звезда типа Солнца, у нее идет вот такое бурление постоянное, и поэтому у каждой звезды есть свой звук. И аппарат Соха, который изучал Солнце, изучал в том числе и вот эти колебания. И есть колебания блеска, и есть сейчас новая наука, которая называется астросейсмология. Применение к Солнцу – это гелиосейсмология. Сейсмология, да, знакомое слово – землетрясение. Но дело в том, что это вообще-то звуковые волны, которые распространяются в веществе. И звуковые волны, которые распространяются в плазме Солнца, их можно попеременовать по переменности блеска, вот этого мельчайшего, мельчайшей переменности, их можно преобразовать в звук, что и было сделано. Поэтому сейчас у нас будет саунд и вижен. Мы сейчас поговорим про саунд. А теперь поговорим про вижен. Иногда, не очень часто, но иногда случается, что искусство и наука используют одинаковые инструменты. Если вы пользовались когда-нибудь редакторами изображений, то, знаете, есть такой инструмент, он называется градиент. Это математическое преобразование изображения, когда поднимается контрастность, и некоторые детали, которые иначе потонули бы в фоновом шуме, выделяются. В данном случае изучались корональные выбросы. Выбросы плазмы – это очень важно для нас, потому что такие вещи влияют на космическую погоду, на работу наших электронных инструментов, и на Земле, и тем более на орбите. Итак, сейчас мы с вами увидим и услышим вот этот саунд и вижен. И тот самый звук, который мы будем слушать, это звук Солнца. Данные аппарата СОХО, преобразованные в звук. Вот так, наверное, молодежь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Это искусственные цвета, поскольку это инфракрасное изображение, говорить о цветах в инфракрасном спектре, где мы не видим, невозможно, поэтому цвета искусственные. И мы начинаем двигаться дальше от Солнца. Первая планета Меркурий. Похожа на Луну, не правда ли, да? Даже можно перепутать. Это самая близкая и самая маленькая из больших планет Солнечной системы. Она такая же безатмосферная, как Луна. Также покрыта вся кратерами. И вот четыре планеты земной группы. Меркурий, Венера, Земля, Марс. Слева направо. Обратите внимание на их относительные размеры. Вообще размеры планет, железокаменных планет, играют существенную роль в их дальнейшей эволюции. Планеты земной группы, железокаменной. У них у всех есть железное ядро с примесью никеля и других металлов группы железа. И силикатная мантия. Железокаменные планеты. Вот Меркурий замечательен тем, что у него железное ядро самое большое относительно его объема. Занимает примерно 80% всего его объема. Меркурий исследовался различными аппаратами. Маринер-10 делал первые снимки его при пролетах. В течение трех лет исследовал, обращаясь по орбите вокруг Меркурия, аппарат Мессенджер и составил полную карту. И в 2018 году отправился еще один аппарат, которого зовут Беппи Коломбо. Поскольку двигаться во внутреннюю область от нас, Солнечной системы, сложно, нужно очень много топлива, нужно гасить скорость. Для экономии топлива аппарат будет лететь 7 лет и будет гасить скорость с помощью гравитационных маневров у Земли, у Венеры и у Меркурия, прежде чем встанет на орбиту у этой планеты. Он состоит из нескольких модулей, европейского модуля, японского модуля, и будет изучать магнитосферу Меркурия и многие его другие физические характеристики. И вот музыкант Скотт Уилсон создал трек, который называется «Машинное будущее». Дело в том, что любой аппарат, прежде чем отправиться в космос, проходит здесь на Земле много всяческих испытаний. И вот в Эпикамуку, в частности, проходил вибрационное тестирование. Его поставили на вибростемп и подбергали нагрузкам и перегрузкам. И вот звук был записан. И Скотт Уилсон использовал эти звуки, инкорпорировав в своё произведение в жанре «Нойз Индастриал». И вот, собственно, мы сейчас его услышим. А Скотт Уилсон сказал, мне было интересно наблюдать и проявить в этом произведении то, как «Машина исследует машину». Вот этот вибростенд. Это старый аппарат Эдоти Коломбо. Это фотографии, сделанные мессенджером. Поверхность Меркурия в хорошем разрешении. Движемся дальше. Венера. По массе и размеру почти как Земля, но по характеру совершенно другая. Дело в том, что есть модели, согласно которым когда-то очень давно, в молодости, в юности, эта планета могла иметь более благоприятные условия, более похожие даже на современную Землю. Там могла быть тёплая атмосфера, вода в виде океанов на поверхности. Но это такие гипотезы пока. Но дело в том, что у неё атмосфера, состоящая из углекислого газа, создала пошедший в разнос парниковый эффект. И поэтому сейчас там на поверхности очень жарко. Там жарче, чем на Меркурии, хотя Венера, естественно, получает от солнечного тепла меньше, чем Меркурий. Там около 470 градусов на поверхности. Атмосфера очень плотная, толстая. И давление 90 атмосфер у поверхности. То есть, да, и мы не видим её поверхности, потому что она вся покрыта облаками. И эти облака из капелек серной кислоты. Ну, в общем, не очень гостеприимная планета. Тем не менее, удалось советским учёным-инженерам посадить на Венеру несколько автоматических аппаратов. И вот, например, Венера-13 сделала вот эти вот фотографии. Ну и поскольку атмосфера, неулочный слой, не прозрачный в оптике, зато можно хорошо изучать с помощью радарных исследований. И вот это радарная, радиолокационная карта Венеры, всей поверхности Венеры. И мы сейчас знаем, что её поверхность в основном представляет собой лавовые, застывшие лавовые потоки. То есть, очень бурная вулканическая, тектоническая деятельность на Венере была в прошлом, и, вероятно, есть и сейчас на её поверхности действующие вулканы. Наша Земля. Третья планета от Солнца. Земля магнит и обладает магнитным полем, потому что наше железное ядро имеет внешнюю жидкую часть. И там есть токи, которые, благодаря вращению Земли вокруг собственной оси, закручиваются. Там, где токи, там магнитное поле. А от Солнца движется солнечный ветер. Это потоки заряженных частиц, и магнитные поля с ними связаны. Взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра создаёт вокруг нашей планеты магнитосферу. Магнитосфера – очень сложное многокомпонентное явление. И, в частности, там есть вот такая граница между магнитосферой и, собственно, межпланетным пространством, солнечным ветром. Она называется магнитофауза. Здесь это очень важное место. Здесь происходит перераспределение энергии. И вот аппараты НАСА, ТЕВИС, их пять штук было, они исследовали процессы связанных с магнитосферой, и в том числе с процессами, происходящими вот здесь, на вот этой самой границе. Дело в том, что когда происходит граница, вот она, эта граница, и когда от Солнца движутся спустки плазмы при корональных выбросах, при вспышках на Солнце, вот сейчас нам покажут, вот эта граница начинает вибрировать, как мембрана барабана. Именно эти данные были преобразованы в звук, и то, что мы с вами слышим. Это вот то самое. Каждый день. Да? Каждый день. Я вас не слышала. Каждый день. Да. И еще один трек, посвященный Земле, Артур Джеффс. Вообще-то, Артур Джеффс, тот алгоритм, который был применен здесь для Земли, он придумал для экзопланет. Экзопланеты – это планеты, обращающиеся у других звезд. И алгоритм такой. Тональность определяется массой звезды, родительской звезды, наклонение, то есть мажор-минор, тем, газовая или каменная – это планета. И дальше ноты такие. Расстояние от Солнца, масса планеты, гравитация на поверхности, длительность года, эксцентриситет орбиты, то есть степень вытянутости ее, отличности круговой. Температура на поверхности и степень похожести на Землю. Вот эти параметры были приведены в соответствии нотам. Вот там внизу есть ссылочка, где можно почитать и послушать. И сейчас мы послушаем ту мелодию, которая получилась, то есть человек не придумал ни одной ноты в этом произведении. В этом видео картинок нет, только фотографии. Это параметры с Луны внизу. С искусственного спутника Луны сделан снимок. Удивительная новодия, очень красивая, правда? Да. Последняя планета земной группы – Марс. Вот он в два раза меньше Земли и в десять раз менее массивный. И его железное ядро остыло. Там нет вот тех токов, которые формируют глобальное магнитное поле. Магнитосферы у Марса нет. И вот сейчас мы увидим картинку. Вот это тоже Марс. Непривычно, правда? Вы привыкли, что он такой вот рыжий, красноватый, пустыня, холодно, атмосфера в сто с лишним раз менее плотная, чем на Земле. Но похоже, что порядка трех с половиной миллиардов лет назад Марс был похож на современную Землю. У него была более плотная атмосфера, которая позволяла на его поверхности находиться в воде в жидком виде. Вот у него был большой океан, у него были моря, озера и текли реки. Собственно, русло этих рек мы и видим на ландшафтах Марса. Это огромные широкие русла рек, но очень давно пересохшие. Из-за того, что магнитного поля нет, солнечный ветер, солнечная радиация, особенно при вспышках на Солнце, сдули атмосферу. Вода, естественно, частично испарилась улетела в космос, развалившись на водород. И кислород, водород улетает первым. И частично вмерзла в грунт. И те аппараты, которые исследуют Марс, они действительно обнаружили этот лед, который буквально чуть-чуть копнил в некоторых местах. И под вот этой пылью, под песком, там вода, там, да, вода в виде льда. И Марс, наверное, один из самых таких исследуемых, одно из самых исследуемых тел Солнечной системы. И, я бы сказала, даже много аппаратов обращались и обращаются на его орбите и садились и продолжают работать на его поверхности. Вот для меня эмоционально близок аппарат Opportunity, потому что, когда ты долгие годы следишь за его работой, всегда та судьба, которая случается с этим аппаратом, она тебя глубоко трогает. И я думаю, что в 2018 году, наверное, половина человечества, ну, по крайней мере, все те, кто следил за аппаратом Opportunity, с большой печалью прощались с ним. И кто-то, может быть, даже плакал, как я. Ну, правда, да. Дело в том, что на Марсе, несмотря на то, что атмосфера очень тоненькая, очень разряженная, тем не менее, она позволяет тому, чтобы там случались пыльные бури. И да, произошла глобальная пыльная буря на Марсе, а он питался от солнечных батарей. Стало темно, батареи покрылись пылью, к тому же, и он замерз. И он замерз. И когда буря закончилась, к нему взывались земли, но он не откликнулся. И я думаю, что, наверное, когда-нибудь, когда на Марсе появится первый исторический музей, обязательно Opportunity откопают, и он будет там одним из главных экспонатов. Он проработал на Марсе вместо трёх, положенных ему по сроку, гарантийному сроку годности трёх месяцев, он проработал там почти 14 лет. И собрал огромное количество данных. Сейчас уже 7 лет продолжает работу Curiosity. Он находится в кратере Гейла и движется, уже приблизился к центральной возвышенности кратера Гейла, горе Шапка. Вот здесь вот он уже находится в предгорье, уже по склону потихонечку поднимается. Дело в том, что склоны этой возвышенности представляют собой замечательные геологические класты, обнажённые, их видно. Как он передаёт сигнал? Радио? Или через что-то он транслирует, или он напрямую? Слушайте, вот я сейчас, честно говоря, не помню, сам ли он транслирует, или через спутники. Спутников там полно. Там напрямую невозможно. Не знаю, не могу сейчас ответить. Дело в том, что огромные антенны 70-метровой дальней космической связи, они способны принимать очень слабые сигналы, ведь мы же до сих пор, потом в конце поговорим, связываемся с Voyager'ами, мы связывались с Cassini, поэтому... Такая-то кодировка, да, которая очень ровная. Да. Да. И это робот-геолог. Так, он исследует химический состав минералов, которые встречает на пути, и вот это вот, вот этот пейзаж, который мы видим, это селфи, который сделал сам Curiosity. Вы спросите, а кто он фотографировал-то? Да он сам. Здесь вот не видно его руки. Вот потому что это мозаика, сделанная из множества, множества, из десятков снимков, вот так, 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 себя фотографировал со всех сторон. Поэтому этой самой руки, на которой находится камера, не видно здесь, но зато его видно, и видно пейзаж. А изображения как передаются? Так же, по радио. А это радиосигналы, или как-то расшифровывают радиочастоты в изображении? Ну, есть протокол, да, специальный протокол. Да, мы получаем огромное количество снимков из Марса, просто огромное. И, собственно, кстати, если вы зайдете в Твиттер, ну, ладно, сейчас я подойду к следующему аппарату и расскажу про него. Ну, вывод вы тоже есть, наверное. Не, наверное, а вот у него тоже есть Твиттер, и там можно свежие снимки посмотреть. Итак, он выяснил, что вот эта поверхность была дном пресноводного озера, потому что те минералы, которые он здесь поизучал, могут возникнуть только в присутствии пресной воды. И когда он подойдет вплотную к тем геологическим слоям, которые показывают историю Марса за 9 лет, он очень позволит нам узнать очень много о истории Марса, геологической. И кто знает, может быть и биологической. Но, правда, у него нет биологических анализаторов, он геолог. И еще один аппарат работает с 2018 года. Его зовут Инсайт. Его главная задача исследовать недра и строение Марса, что позволит нам во многом прояснить процессы формирования планет земной группы. И вот у него для этого главные инструменты это сейсмометр, который фиксирует различные вибрации, в том числе и, прежде всего, конечно, Марсотрясение. И у него есть еще бур. Вот этот крот, который должен был забуриться на 5 метров, но, к сожалению, он застрял. Он забурился всего на около 30 сантиметров. То выскает, вылезает, то снова пытаются его немножечко внедрить. Это связано со свойствами грунта, которые там, в этом месте. Грунт оказался... Сначала думали, что, может быть, он наткнулся на камень, но потом поняли, что грунт оказался слишком рыхлым, и он там продолбил такое отверстие, его не обжимает грунт, и он поэтому там просто подскакивает. И, в общем, пока инженеры НАСА очень серьезно работают над этой проблемой. Пока надежда еще есть, но как-то уже постепенно она гаснет. Но еще не умерла. Так вот, в Твиттере, по крайней мере, за ним я свяжу постоянно, каждый день появляется как минимум несколько, там около 10, плюс-минус, фотографий, которые делает этот аппарат. Вы можете их посмотреть, они свежие, они прям сразу, это РО, ну, то есть, как это, необработанные снимки. И, конечно, их больше всего интересует вот эта история, как двигается этот крот. И сейчас мы послушаем звуки, записанные этим роботом. Это звуки ветра. Тихие, правда. это звуки ветра на солнечных батареях инсайта. Следующий звук, это было первое марсотрясение, которое они зафиксировали. Вот это вот. Громче не сделано, к сожалению. И последний звук. тут что-то вообще идет согласование звука с изображением. Но последний звук был связан с тем, как вот эта рука, на которой находится камера, двигалась, делала фотографии, и вот этот звук тоже мы услышали. Ну, и я не могу, конечно, поставить любимых музыкантов. Дело в том, что когда инсайд садился в ноябре восемнадцатого года, у него его реактивные двигатели посадочные раздули в грунт, и там был камешек чуть больше теннистового, чуть больше меча для гольфа, камень, рок, который покатился, вот, следы от того, как он покатился, ролл. И был концерт, на следующий день был концерт, и он выйдет на сцену и сказал, М-м-м, Наса подарила нам собственный камень на Марсе, фантастика, хотелось бы притащить его сюда и держать на каминной полке, и Наса сделала по этому поводу ролик. Ну, это анимация того, как он садился на Марс, это анимация Ну, вся история имела этот хэштег, да, можно посмотреть. Итак, мы пропускаем с вами главный пояс астероидов с карликовой планетой Церерой. Может быть, надо отдельную лекцию вообще сделать про Цереру и про то, как миссия Доун исследовала Весту, Цереру. Тоже очень интересная история, но, правда, пока музыки я для этого не знаю, но, хотя, если покопаться, можно найти. Итак, мы приближаемся к первому из газовых гигантов. Юпитер – царственная планета, действительно царственная. Он один по массе больше, чем в два с половиной раза, массивнее, чем все остальные планеты Солнечной системы вместе взятые. Газовые гиганты на то, они и газовые, что состоят из газов. Из водорода и гелия в основном, то есть состав такой же, как у звезд. Есть такое распространенное среди населения мнение, что Юпитеру чуть-чуть не хватило, чтобы стать второй звездой в Солнечной системе. есть замечательный астрофизик и очень хороший популяризатор астрофизики Дмитрий Виби, человек с потрясающим чувством юмора. Юпитера. Но он говорит, например, так. Ну да, говорят, вот немножко Юпитеру не хватает, чтобы стать звездой. Ну, 80, 79 масс Юпитера. Если ко мне прибавить 79 масс Юпитера, я тоже стану звездой. Чуть-чуть не хватает. Вот. И мы привыкли видеть Юпитер полосатый. Там дуют очень быстрые ветры, идут тысячи километров в час. И вот эти процессы в верхних слоях атмосферы приводят к тому, что там есть такие зоны, выглядят полосатым. А вот эти фотографии немножко непривычные, да. Дело в том, что сейчас вокруг Юпитера работает еще один аппарат НАСА, которого зовут Джуно, Юнона. Это ее снимки. И вот эта вот голубая область, ну и та самая серединка на предыдущей снимке – это полярная область Юпитера. Мы раньше не видели таких фотографий. И вот здесь огромное количество циклонов, антициклонов, штормов во внешних, в верхних областях облачности Юпитера. Ну, чем отличаются планеты от звезд? Мы уже сказали с вами, что в звездах идут термоядерные реакции синтеза. В планете по определению никогда не должны идти термоядерные реакции синтеза. Им не хватает для этого массы, соответственно, температуры и давления в ядре. И еще одна фотография, сделанная Джуно. Во всех этих снимках контрастность немножко повышена и цвета немножко усилены, чтобы лучше разглядеть подробности вот этих сложных процессов. Вот это была санификация данных аппарата Джуно. она исследовала потоки плазмы. Дело в том, что Юпитер, как настоящий царь, обладает самым мощным, кроме Солнца, магнитным полем и магнитосферой. И там очень сложные процессы происходят, движутся потоки плазмы. И вот движение плазмы вокруг Юпитера изучалось аппаратом Джуно и санифицировалось. Это радиосигнал, поэтому обычным способом радио превращается в звук. Юпитер интересен и сам по себе, и также он интересен своими спутниками, которых у него около 80. Ну и самые большие, самые, может быть, известные спутники Ио, Европа, Ганимед, Калиста. Галилеи и Мулуты. Да, действительно, Галилеи их первым раз смотрел. Они большие. Ну, Юпитер все большое. Вот по сравнению с Землей, Меркурием и Луной, вот они в масштабе здесь показаны. Ганимед вообще самый большой спутник в Солнечной системе. Он больше Меркурия, но легче. Мы помним, что в Меркурии очень много железа. А у Ганимеда, ну, вероятно, есть каменное ядро, но вот у всех этих спутников в их составе много льдов. Водяного льда. Давайте поближе. Ну, давайте вот про ее еще два слова скажу. Это самое глуканически активное тело в Солнечной системе. Она похожа на яичницу. Ну, это реальная фотография. Потому что вот этот желтый цвет создают серо. Из вулканы выделяют много серы. Вот эти вот черные области – это вулканы. И то вещество, которое вылетает оттуда, до 300-400 километров бьют выбросы из вулканов. И давайте теперь поближе посмотрим на Европу. Вся покрыта льдом. Абсолютно вся. Водяным льдом. Когда мы смотрим на эту поверхность, мы видим, ну, очень мало кратеров. Так даже сразу, на первый взгляд, и вообще как бы не видно, но они там есть, конечно. Очень мало. Мало кратеров. Говорит о том, что в геологических масштабах это молодая поверхность. То есть, происходят какие-то процессы. Ну, окей, лед – достаточно пластичное вещество, вот какие-то трещины. То есть, это геологически активное живое тело. Ну, и самое потрясающее, что у Европы есть под этой ледяной коркой толщиной около 30 километров, там есть океан соленой теплой воды. Почему эта ледяная корка растаяла? Почему там тепло? Ведь так далеко от Солнца находится Европа вместе с Юпитером. Там никак не может быть тепло благодаря солнечной радиации, но тепло в недрах. Дело в том, что, ну, как мы полагаем сейчас, это связано с гравитационными взаимодействиями с Юпитером, надлежащими спутниками Юпитера, вот этими большими галилеевыми лунами, это приливные взаимодействия. От приливных взаимодействий тело то растягивается, то сжимается. Растягивается сюда, сжимается сюда и наоборот. И трение превращается в тепло, и у нас есть вот такая история. И по расчетам, воды на Европе больше, чем во всех океанах нашей Земли вместе взяли. То есть глубокий океан сто километров, может быть, больше. Ну, если соленая теплая вода, не завелся ли там кто-нибудь? Вот тут художник нарисовал какого-то зверя гипотетического, но этого мы пока не знаем. Этого мы пока не знаем, но нам страшно повезло. Пробурить вот эту 30-километровую кору льда, ну, это очень сложно при нынешних технологиях, ну, практически невозможно. Но зато есть трещины, из которых бьют гейзеры. И с помощью телескопа, космического телескопа Хавлов были сделаны спектры этих выбросов, и мы узнали, что это соленая вода. И Европе везет, потому что к ней готовится, ну, собственно, в систему Юпитера готовится миссия НАСА. У нее есть имя Европа Клипер. Садиться она не будет, но она составит подробную карту Европы и подготовит, поищет место для посадки для следующих миссий. Но зато она будет стараться прилететь сквозь эти выбросы, взять на вещество, на анализ, в том числе биологический. И вот, смотрите, поскольку ядро теплое, какие-то там внутренние геологические активности происходят на Европе, большая вероятность, что там есть гидротермальные источники, такие же, как у нас на Земле. Ну, похожие геологические процессы, возможно, это гипотеза пока. И мы сразу вспоминаем про черные курильщики. Наши земные черные курильщики. Что это такое? Вот, например, собственно, во всех наших океанах есть срединно-океанические хребты. Вот как раз в Атлантическом океане по всей длине, по серединке как раз идет один из таких срединно-океанических хребтов. Там будет немножко анимации дальше, мы это увидим. То есть это с дна океана возвышенность, у которой есть центральный лифт, то есть щель, расщелина. Вода под огромным давлением просачивается сквозь породу, а там магматический плюм, горячо. Вода нагревается и поднимается обратно наверх. Вода перенасыщена солями, сероводородом. И из дна вот этих расщелин срединно-океанических хребтов бьют вот эти черные курильщики. Это черная вода, насыщенная солями, горячие 300 градусов. И соли осаждаются и вырастают вот такие вот токовые, из которых вот этот вот, которые дымят. Это не дым, а да вода. И что самое потрясающее, вот эта фотография сделана глубоководным земным аппаратом вот в этих районах. И там оказалась кишня, кишит жизнь. Это удивительно. На глубине 2-4 километра в кромешной тьме, куда не достигает ни один фотон с поверхности, где окружающая вода 0 градусов, где чудовищное давление, там богатейшие биоцинозы. И мы сейчас послушаем моего любимого японского композитора Рюичи Сакамото с его треком «Планктон», который как раз посвящен подводной жизни. И посмотрим, как выглядят черные курильщики. Вот вода просачивается, нагревается и поднимается. Бьет черный курильщик и вырастает вот эта труба. Дальше видео глубоководных, снятое глубоководными аппаратами. Вот так они выглядят. Алина, а можно водички попросить, пожалуйста? Конечно, никакого фотосинтеза там быть не может, но там есть хемосинтез сероводород. Бактерии питаются сероводородом, бактериями питаются микроорганизмы. Микроорганизмами питается планктон. И дальше по пищевой цепочке всякие там актиний, морские звезды, креветки, рыбы. То есть очень богатая жизнь. И идем дальше. Второй газовый гигант Сатурн. Поменьше Юпитера. Ну состав примерно такой же. Он знаменит своими кольцами. Здесь мы с вами видим их с ребра, поэтому они тоненькие. Но чуть ниже вот эти темные полоски. Спасибо большое. Это тень колец. И Сатурн замечает Селен еще тем, что он очень неплотный. У него средняя плотность меньше плотности воды. Если бы существовал какой-то гипотетически огромный океан, мы бы положили туда Сатурн в такой тазик, то Сатурн там плавал бы в этом тазике, не утонул бы. У него тоже около 80 спутников. И некоторые из них, ну собственно они все интересные. Не бывает неинтересных тел, но некоторые интересные. особенно. И мы вот сейчас о них поговорим. Например, Энцелад. Он чем-то похож на Европу, но он маленький, всего 500 километров. И это самое блестящее, самое белое тело в Солнечной системе. Он покрыт тоже ледяной коркой, водяной лед, очень чистый. И он практически весь свет, который падает на него от Солнца, он излучает обратно, поэтому он такой блестящий. И в системе Сатурна 13 лет проработал аппарат Кассини. Вот тоже было печальное известие, вся эта печальная история, когда НАСА по окончании работы Кассини сожгло его в атмосфере Сатурна. Я потом объясню, почему, как они считают это нужно было сделать. Итак, аппарат Кассини проработал, он в 7 лет лет летел туда, 13 лет проработал в системе Сатурна. Невероятное количество информации собрал. Он пролетал множество спутников. И вот в частности, он открыл вот эти вот плюмы внизу. Вы видите, да? С южного полюса Энцелада бьют, постоянно бьют водяные гейзеры. Они создали, даже кольцо одной из колец Сатурна создано вот этими выбросами. Там пять параллельных трещин. И Кассини, пролетая сквозь эти выбросы два раза, сделал химический анализ. Тоже на биологию у него не было никаких приборов, которые могли бы это определить. Но химический анализ – это, да, замерзшая соленая вода и органика. Ну, надо знать, что органика – это еще не обязательно жизнь. Органика – это могут быть кирпичики для построения жизни, но мы пока ничего не знаем. Вот на Европу слетаем в 20-е годы, в конце 20-х годов прилетит Европа. Европа Клипер к Европе, и мы что-нибудь узнаем обязательно. В конце своей 13-летней карьеры в системе Сатурна Кассини делал свои последние 20 с лишним витков уже очень плотно, очень близко к Сатурну. Он нырял под кольца Сатурна. И в том числе он исследовал потоки плазмы, движущиеся между Сатурном и Энцеладом. Ну, это радиоволны, и эти данные тоже были санифицированы. И вот эти звуки мы с вами сейчас услышали. Почему Кассини решено было утопить, сжечь в атмосфере Сатурна? Дело в том, что любой аппарат на Земле перед стартом в космос проходит стерилизацию. Его очищают тщательно от всяких бактерий и живых организмов, которые могли на него попасть во время подготовки к полету и строительства, собственно, аппарата. Дело в том, что вот мы сейчас пока не знаем, мы пока не знаем, есть ли где-нибудь во Вселенной еще хоть на одной планете, хоть на одном теле хоть какая-нибудь самая простая жизнь. Не знаем. Но вот как мы говорили уже про Энцелад и Европу, а еще поговорим сейчас про Титан, там гипотетически есть условия для того, чтобы там возникла эволюционировала жизнь. И вот теперь представьте, у Кассини закончилось топливо, дальше управлять его полетом невозможно. То есть он становится неуправляемым, и двигаясь в системе с большим количеством тел, его движение становится непредсказуемым. И у нас и посчитали, что он может случайно упасть на Энцелад или на Титан. Ну, хотя, конечно, вероятность очень маленькая, но тем не менее она не нулевая. И поэтому, чтобы не загрязнить теми бактериями, которые выжили, уцелели после стерилизации, его решено было сжечь. Но дело в том, что вы скажете, ну что там в космосе может выжить? А вы знаете, есть вот такие маленькие с миллиметр размером зверюшки, ну типочные местоноги, которых зовут тихоходки. Их помещали на поверхности Международной космической станции, там снаружи на обшивке. То есть они подвергались в течение недель солнечной радиации, низкой температуре, вакууму. А потом их вернули в нормальные условия, они ожили, ну там они укожились, засохли совсем, да, у них есть такой защитный механизм. А тут они ожили и начали размножаться. Да? То есть, а какие-нибудь бактерии, они еще более живучие. Поэтому вот решили косини сжечь, такой был гранд-финале, тоже кто-то плакал. Ну, вроде меня. Да, печально, когда ты привыкаешь, ты уже начинаешь этот аппарат, за которым столько следишь и чувствуешь, как будто он живое существо. Потому что мы действительно очень благодарны этим аппаратам, которые в такой неимоверной дали от нас собирают столько потрясающих сведений о далеких космических телах. И, конечно, тем инженерам и ученым, которые их построили, отправили в космос, управляли ими и обрабатывали данные с них. Огромная им благодарность и почет. И еще один трек, посвященный Сатурну. У Сатурна тоже мощное магнитное поле, сложные процессы в магнитосфере. И так же, как и на Юпитере, у него есть авроры, то есть полярные сияния. Вот здесь это составная фотография, оптическая и, по-моему, ультрафиолетовая. И вот вокруг полюса мы видим вот это кольцо полярных сияний. И радиоволны, связанные с полярными сияниями, инкорпорированы в это музыкальное произведение Джеффа Остера. Сатурн зовет. И вот тот как бы ветер, который мы сейчас там вначале услышим, это никакой не синтезатор, это никакой не ветер, это звуки аврор на Сатурне. Звуки аврор на Сатурне. Звуки аврор на Сатурне. Звуки аврор на Сатурне. А мы двигаемся дальше. Титан. Еще один замечательный спутник Сатурна. Он тоже большой, больше Меркурия. Вполне мог бы быть самостоятельной планетой, если бы обращался не вокруг другой планеты, а вокруг Солнца. И мы не видим его поверхности, потому что у него плотная, толстая, хорошая атмосфера. Атмосфера почти земная. Состоит из азота. Ну и наша же атмосфера на 70 с лишним процентов состоит из азота. И на поверхности титана давление такое нормальное, вполне себе земное почти, что полтора атмосферы. Вообще атмосфера такая, если бы там было потеплее, можно было просто в кислородной маске гулять. Но прохладно там, минус 170 на поверхности. Поэтому мы не видим из-за хорошей атмосферы, дырки в атмосфере, мы не видим поверхности. Но в инфракрасном диапазоне мы можем разглядеть детали. Вот эти все фотографии сделаны тоже аппаратом Кассини, который много раз пролетал вокруг, мимо титана. Дело в том, что Кассини летел в систему Сатурна не один. Вместе с ним летел европейский аппарат Гюргенс, который в 2005 году отделился от Кассини и совершил мягкую посадку на титан. И вот эту фотографию справа мы видим, это ландшафты титана, это потрясающе. Оказалось, что титан вообще похож на землю. Там горы, речные долины, там реки, там моря. Ну, конечно, это не вода. Вообще, это единственное тело в Солнечной системе, кроме Земли, где происходит круговорот жидкости в природе, где постоянно есть моря, реки. Жидкость всегда есть на титане. Там падает снег, идёт дождь, но это не вода. Холодно. Это метан, метан, углеводороды. В принципе, туда прилететь и не надо брать с собой запас топлива. Ну, окислитель надо брать, но вот метан и тан, там можно зарядиться топливом на титане. Но пока даже в планах этого нет. Но зато Гюргенс совершил мягкую посадку. И более того, у него на борту стояли микрофоны. И вот на картинке слева вы видите изображение, как он опускался на парашюте, и во время своего спуска микрофоны записали звук. Ветер на титане. Вы представьте себе, как это неимоверно далеко. Это самое далёкое тело, до которого мы дотянулись физически. Мы посадили туда аппарат. Мы – это человечество. И когда он совершил мягкую посадку, он сделал ещё несколько снимков. И вот здесь на переднем плане мы видим гальку из водяного льда. Галька круглая, окатанная. Это говорит о выветривании. Вероятно, он сел в пересохшую речную долину. И сейчас утверждена и готовится следующая миссия на Титан. Но невозвращаемая, конечно. НАСА готовит эту миссию. И это будет дрон. Небольшая гравитация, плотная атмосфера. Самое милое дело – там полетать. Дрон будет летать, перемещаясь с места на место. И будет собирать, брать на анализы атмосферу, грунт, жидкость. И, в общем, искать там жизнь. Дело в том, что, конечно, жизни в земном понимании там не может быть основанной на воде. Но астробиологи создают модели, а не могла ли бы существовать жизнь на другой основе, где растворитель – это углеводороды. Ну, пока это все гипотезы, не очень такие твердые, но тем не менее. Кто знает. И музыкант Ромерта Федора создала трек, посвященный аппарату Гюйгенс, одноименный трек. Что она сделала? Вот тот звук ветра, который мы с вами слышали, она сэмплировала и использовала его в качестве ритмической основы. Вот сейчас мы это услышим. Вот он. Это Ваев Кассини. Отделяется Гюйгенс. Ваев Кассини. Это настоящие свинки. Фантастика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, честно говоря, на вскидку ни одного фильма, посвящённого Титану. Это большое ухудшение, сучка зрения. Именно конкретно эти снимки, не знаю, не встречала, по крайней мере. И красивые, и натуральные. Настоящие фотографии, да. Ну, там были, конечно, и анимации. Итак, мы двигаемся дальше. Мы переходим к ледяным гигантам. Уран и Нептун. Они похожи друг на друга. Они действительно ледяные. Ну, то есть у них, конечно, есть водород и гелий. И у них газовые оболочки есть. Но основной их состав – это льды. Причём слово «лёд» не должно нас вводить в заблуждение. Это может быть лёд, находящийся в непривычных агрегатных состояниях. Потому что, когда мы погружаемся в недра этих планет, где высокая температура и давление, это, конечно, не тот привычный для нас лёд. А что за вещества? Это и водяной лёд, это азотный лёд, аммиачный, метановый и другие. А Уран замечательен тем, что его ось в вращении вокруг собственной оси совпадает с плоскостью вращения вокруг Солнца. Ну, как бы такой, лежебок. Похожий на него Нептун. Очень красивый. Но Урану с Нептуном не очень повезло, потому что к ним не было специальных миссий. Их пролетали пионеры, их пролетал один из вояджеров. Но вот сейчас даже ничего не готовится пока к ним. А зря. Зато повезло Плутону. Вот тому самому, который был последней девятой планетой, но был разжалован в карниковые планеты. Ну, я уже говорила, что есть похожие на него тела там на сходных орбитах. Вот ирина почти такая же, как Плутон. Смотрите, Плутон меньше Луны и в шесть раз менее массивный, чем Луна. Действительно, очень маленький. И в 15-м году, летом, в июле, миссия New Horizons, Новые горизонты, свершила пролет Плутона. И вот эта фотография Плутона, настоящая фотография. У него есть вот такое вот сердце, такая вот равнина плоская, имеющая форму сердца. Часть ее называется именем «Спутник», честь нашего советского спутника. И представьте себе, планета, тело, находящееся на задворках Солнечной системы, получает очень мало тепла и света от Солнца. Ну, в полдень там освещенность, как в пасмурный закатный час на Земле где-нибудь. Ну, конечно, Солнце там как яркая-яркая звезда, очень яркая звезда выглядит. И, казалось бы, там так холодно, 200 с лишним градусов минус. Что там может быть? Ну, вообще, да, Плутон еще безумно интересен своим спутником, большим спутником. Всего пять, но четыре маленьких и один спутник, Харон, всего в два раза меньше, чем сам Плутон. Фактически, Плутон-Харон представляет собой двойную планету, потому что они обращаются вокруг общего центра масс, которые находятся за пределами обоев тел. Нельзя сказать, кто вокруг кого обращается. Вокруг общего центра масс. И, казалось бы, там должно быть холодно и мертво. Не тут-то было. Ученые были поражены малым количеством кратеров, особенно вот на этой равнине спутник, вот сейчас бачок ее появляется. Там вообще нет кратеров, то есть это геологически активная живая поверхность. Скорее всего, она сложена азотным льдом, он такой более пластичный, а вот даже что-то похожее на конвективные ячейки, вообще тепло выделяется. Есть подозрения, что у него есть или был когда-то в прошлом под поверхностный океан жидкой воды. Вот это видео составлено из снимков, сделанных аппаратом New Horizons. И горы, сложенные из водяного льда, высотой до 5 километров. Водяной лед более прочный, а азотный более пластичный, и вот он формирует эту равнину. И аппарат New Horizons, совершив этот исторический пролет, отправился дальше в поиск Койпера. И чуть больше года назад, на новый 19-й год, он совершил пролет еще одного объекта пояса Койпера, у которого тогда было условное название Ультима Тулия, а потом ему дали официальное имя Арракот. Вот тут вот он показан кусочком. Он такой, как будто из двух тел состоящий. Одного называли Ультима, а второй Тулия. Но стал Арракотом. И на пресс-конференции НАСА, посвященной пролету этого тела, выступил легендарный гитарист Куин Брайан Мэй и представил свой новый на тот момент трек, который, как и называется, New Horizons. Он посвящен аппарату Новые Горизонты, Плутону и неуемному человеческому любопытству, который ведет нас все дальше и дальше в глубины космоса. Новые Горизоны Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А это, когда он пролетел, он посмотрел сзади. Вот эта голубая оболочка, это дымка вокруг Плутона. И завершая наше музыкальное космическое путешествие, наш музыкальный альбом, я хочу привести слова того самого Иоганна Кеплера, великого астронома, который в 17 веке сказал, «Когда будут построены корабли, чтобы плыть по пустоте между звездами, выступят люди, чтобы плыть на этих кораблях». Перефразируя его слова, я от себя добавлю, «Когда наука расширяет наши горизонты, выступают люди искусства, чтобы своими методами осваивать и познавать эти пространства». Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я читаю эту и вторую лекцию музыкальную по всем масштабам Вселенной. В Планетарии, в Старом Планетарии на Гойковской, 31 числа, в 18 и 19 будет вот эта лекция, и сначала нет, сначала будет саундтрек Вселенной в 18, а в 19 вот эта лекция. Вот там, это в Звездном зале, на огромном экране. И 6 февраля у меня будет лекция в Архе, новая лекция, которую я еще не сделала, но тоже с музыкой обязательно. То есть я, видимо, поковыряюсь побольше в музыке сфер, будут другие новые примеры инкорпорации астрофизических данных преобразованных звуков в музыкальных произведениях, еще какие-то звуки Вселенной. Ну, я думаю, что диалогия будет немножко другая у этой лекции, но ее еще нет. У нас страничка есть какая-нибудь, чтобы в курсе быть в вашей лекции? Да, можно. Ну, давайте так попробуйте найти, знаете как, через группу, это моя группа, которая называется «Голосовая йога Ирины Михайловой». Вот, это моя группа. Это ВКонтакте, да? ВКонтакте, да. Спасибо. Вот, если есть какие-то вопросы, я попробую ответить. Спасибо огромное, такая потрясающая лекция. Спасибо большое вам за вас. И наука, и музыка, и эмоции, и эмоции. Спасибо. Спасибо вам. Ветка такая. Да, у нас есть такой вопрос. Вы говорите, что там вот сожгли вот этот аппарат, который... Сказание. Значит, так и другие вот как бы сажаются в планеты, и боятся, что их заразятся. Да. Еще мальчик, ну, мальчик, пожалуйста. Ну, МКС уже. И есть ли автоматчики, которые возвращаются обратно на Землю, что с ними? По поводу аппаратов, которые, например, на Марсе работают, да? В общем, конечно, есть опасность того, что мы заразили уже Марс своей жизнью. Вот, к сожалению. Хотя, очень стараются их стерилизовать, но тем не менее, опыт показывает, что выживают. Может, не назначу, да? А что касается с аппаратами, которые возвращаются из космоса... Ну, я могу сказать, что когда первые американцы, это та самая Аполлон-11, когда они вернулись с Луны, тогда же ничего не знали еще. Что там, как там, нет ли там какой-то жизни. И они три недели сидели в герметичной комнате, только через иллюминаторы общались с людьми. И они сидели в карантине. То есть они наблюдали за ними, не принесли ли они какую-нибудь заразу с Луной. Ну, в общем, не принесли. И тот грунт, который в количестве нескольких сот килограмм у нас на Земле находится и исследуется, в общем, там никакой жизни нет. Ни одного. Вот. С Марса пока никто не прилетал. Но приносили, есть полученный грунт с астероидом прилетит еще, с комет. Ну, тоже ничего поприношали. Но эти автоматы потом утилизируют, да, естественно? Я не знаю, что с ними делаю. Честно говоря, я буду подниматься. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Сейчас, секундочку. Да, Соха? Солнце каким образом получилось? Ну, посмотрите. Морг это связано с твоим близком. Да? Кривой блеска. Кривой блеска. Нет. Нет.